В 2011 году Евгений Витишко совместно с своим соратником Суреном Газиряном случайно наткнулись на забор мэра Краснодарского края Ткачёва. Они подали в прокуратуру, потому что это природоохранная зона в Краснодарском крае, и там не должно быть забора. При том, что они подразумевали, что там идет вырубка ценных пород деревьев, которые занесены в Красную книгу. Они обратились в прокуратуру, но прокуратура ответила, что данного забора не существует. Несколько месяцев шел процесс, и в итоге они ничего не добились. И через несколько месяцев Сурен Газирян вместе с Евгением Витишко проникли на территорию дачи Ткачёва, установили факт незаконной вырубки лесов и ушли, оставив надписи на заборе. После этого суд районы приговорил Евгения Витишко и Сурена Газиряна к трем годам условно. Сейчас Сурен Газирян находится в Эстонии, потому что попросил там политическое убежище, что ему и дали. А Евгений Витишко остался здесь. И вот на протяжении двух лет на него наложили некоторые ограничения в передвижении, в общении. И в конце декабря 2013 года по количеству мелких правонарушений, которые были совершены Евгением Витишко, его приговорили уже к трем годам реально. И сейчас, на данный момент, отбывает этот срок в колонии-поселении. Я не считаю, что его посадили незаконно. Действительно, есть правонарушения. То есть это незаконное прикновение на территорию, это надписи на заборе. Но три года условно, и потом три года реально, я считаю, это слишком большая оплата, скажем так, за такое мелкое правонарушение. У нас люди, не знаю, два года условно сидят за более крупные там правонарушения. А тут, в принципе, порча забора. Порча забора, которую ценили всего лишь там 120 тысяч рублей и три года условно. Я считаю, что данный мир наказания слишком большая и слишком сильная для этого.